ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 который и ввел моду на танки, у меня складывается такая аллегория. Знаете, кто-то посмотрел летсплеи Black Silver, на которых он нихреново зарабатывает, и подумал, что я тоже могу так же нудно гундеть в микрофон, и это так же буду смотреть, и я тоже буду зарабатывать. Дай-ка я займусь тем же самым. Вот такое чувство, что Obsidian Games поиграл в World of Tanks и тоже припухло. Как это на таком говне можно зарабатывать миллиарды? Мы можем сделать свое. В него тоже будут играть, и мы тоже будем зарабатывать. Но, как мы видим, хрен там плавал, да не тут-то было. Шило на мыло массовый игрок менять не спешит. Когда игра отличается только визуальными моделями танков, а также наличием нескольких новых снарядов и дымов, ну и типа не такой дамажной артой, этого недостаточно. Для того, чтобы игроки второй раз это схавали. Да, здесь более быстрый геймплей, но давайте будем честными, что скорость, с которой основная масса игроков сливается в обеих играх, скорость, с которой она занимает свои любимые кусты или места за своими любимыми камнями, она примерно одинакова. Там просто карты поменьше, тут карты побольше, в общем-то то на то и выходит. Тема современных танков в игре практически не раскрыта. Ну, кроме того, что одни танки могут стрелять ракетами, а оборудование на других танках может эти ракеты сбивать. Дымовые заряды на танках довольно жидкие, отлично они срабатывают только с расстояния. Когда враг стоит в упорную или достаточно близко, они не работают. Плюс ко всему, если вас палит за дымовой завесой один враг, видят и все остальные. Арта свои дымовые снаряды вообще практически не используют, для того, чтобы прикрыть проезд тяжей мимо какой-то простреливаемой зоны. Если бы дымовую завесу можно было вызывать перком экипажа, как это реализовано в War Thunder, возможно было бы даже лучше. Нежели давать дымовой снаряд артиллерии, за рычагами которой сидит человек и который не может этим дымовым снарядом нанести урон. За успешный запуск дымов опыт и деньги-то ему не начислят. Ну а про такое мощнейшее отличие от проектов конкурентов, как наличие в ангаре базы, я вообще, пожалуй, промолчу. По-моему, у меня уже накопилось где-то тысяч десять этого строительного материала, который просто не на что тратить. И только не надо этих ваших воу-воу-воу, постой, это только бета-тест. Вот подожди, она выйдет в релиз. Когда она выйдет в релиз? Через сколько лет. Я кому только что говорил про то, что никто никого ждать не будет, покуда есть альтернатива. Но самое страшное, что нокаутировало лично мой интерес к этой игре, это отсутствие в ней какой-либо цели, кроме того, как прокачать себе топовые машинки. Удовольствия от самих боев я, мягко говоря, не получаю. Бои здесь невеселые. Играть в нее не весело. В бой люди выходят исключительно для того, чтобы пофармить деньги или опыт, то есть срубить какой-то профит. Именно поэтому они психуют и нервничают из-за каждого поражения. Вот играя в Battlefield, вы хоть раз из-за поражения расстраивались? Да нихрена подобного. Ну а там, где нет цели и смысла, игроки находят его сами. Им и стало статодрочерство и скиломерство. Именно поэтому матчмейкер версии 2.0 отправил на орбиту треть онлайна, на тяги из собственных пердаков. Все-таки мне кажется, что в 2016 году в такой игре должно быть хоть что-то, кроме ангара и кнопки в бой. Но это по-хорошему. Есть, конечно же, еще PvE режим, который, ну, естественно, невероятно увлекателен своим чертовым однообразием, когда боты сами поворачиваются к вам в задницу. А если не поворачиваются, то какой смысл вообще в это играть, непонятно. В общем и целом, над геймплеем нужно было экспериментировать изначально, а не картошка Ctrl-C, армата Ctrl-V. 15 на 15, база, захват, встречный бой, ура! Можно было сделать отличную аркадную игру, где танки будут с хелсами, но при этом геймплей будет точно такой же, как в War Thunder. Не, ну а что, соединить два проекта в один, это было бы круто. Поменять самолеты на вертолеты, которые будут бомбить наземную цель. Об этом, кстати, много кто спрашивал, и в моем самом первом видео я про вертолеты говорил. И это много кому понравилось, и даже у разработчиков спрашивали, не собираются ли они вводить в игру вертолеты. Конечно, блин, не собираются, нахера? Ведь можно сделать что-то простое, такое как картошка, что будет приносить доход. Казалось им, наверное, тогда, но сейчас, по-моему, очевидно, что не тут-то было. Короче, мое мнение таково, что Mail.ru надо срочно разрывать нахрен все контракты с Obsidian Games, которые за полгода так и не удосужились сделать нормальную оптимизацию. Найти команду программистов с нормальными руками, выросшими из нормального места, которые, собственно, и дорисуют графику, ее как следует дооптимизируют. После чего нужно срочно вводить игру новые, принципиально новые, крайне динамичные режимы боя. Потому что на том, что есть, армата далеко не уедет. Не знаю, сколько проект может жить на самоокупаемости и какой доход будут в дальнейшем приносить покрашенные в новый камуфляж очередные премиумные танки. На каких марафонах и акциях будет и дальше держаться этот небольшой онлайн игры. И на что должен вестись потенциально новый игрок, если даже ввод десяток, по большому счету, мало кого впечатлил. В общем, как говорится, одумайтесь, товарищи, одумайтесь, пока не поздно. Хотя хрен его знает, не поздно ли. Субтитры создавал DimaTorzok